Итак, друзья, что можно сказать по этому поводу? Так, смотрим, все ли в порядке. Да, все в порядке, друзья. Ну, что хочется сказать. Впереди, вверху мы видим с вами непосредственно саму гору Мангуб-Кале. Название татарское, вот, но, несмотря на это, все русские люди, украинцы, все, кто живет здесь, ездят, с удовольствием залазят на эту гору. Ну, и получают удовольствие от пребывания на ней. Кстати, там пребывание платное наверху в некоторых местах, поэтому готовьтесь к тому, что вас, с вас могут потребовать какие-то денежные средства. Итак, друзья, что можно еще сказать здесь по этому поводу? Как вы видите, совсем недавно сделали здесь вот это полотно. И данное полотно, оно, ну, конечно же, не закончено. Конечно же, в принципе, все хорошо. С этим полотном все очень приятно, но оно не закончено. Видите, с этой стороны идут расширять непосредственно эту трассу. То есть здесь вот, в прошлый раз, когда я ехал, она не была настолько шире. Она была вот в пределах того асфальта, который сейчас есть. То, что мы видим шире, возможно, ребята даже услышали мое мнение. И сделали, то будут либо это велосипедные дорожки, либо это будет какая-то пешеходная зона, ну, или что-то в этом роде. Давайте попробуем немножечко как-то вот так вот остановиться. Я не знаю, в принципе, можно это делать или нет. И давайте немножечко просто остановимся для того, чтобы выйдем из машины, естественно, и посмотрим, что к чему. Итак, ребят, я отстегиваюсь, мне нужно отстегнуться, пропустить автомобили, которые идут. И теперь я уже могу спокойно выйти. Ребят, насколько я помню, здесь вот этот лес был всегда. Это действительно прекрасный лес, действительно очень классные деревья. Но они, конечно, не такие, наверное, как у вас в Сибири или на Урале. Но при этом, друзья мои, это действительно крымский прекрасный лес. Вот непосредственно здесь, на Мангубкале, он вот такой. То есть, смотрите, деревья. Что у нас здесь? Это идет плющ. Да, если кто-то в курсе, вот это такое растение. А вот, затем какие-то, ну да, явно они расширяют дорогу, либо они дорогу, что-то вот с ней все-таки делают, какую-то либо велосипедную зону, либо зону для пешеходов. Ой, это очень здорово, но тут я хочу сказать, что какой-то дождь пошел. Что такое? Ну, ничего страшного. Так, ну и давайте посмотрим. Безусловно, туда мы с вами идти не будем. Вы сами прекрасно видите, что здесь откуда ни возьмись взялась какая-то раковина. Какие-то вот пакеты, бумажки, водка, хортица или дар там, я не знаю, что это. И еще и везде, везде, как вы видите, вот такое. Безусловно, это некрасиво и вполне возможно, что после того, как завершат строительство этой дороги, вполне возможно, рабочие кого-то наймут, возможно, а возможно и нет, я даже не знаю. Но если они наймут, безусловно, это будет круто и почистят эту территорию. Эта зона снова станет абсолютно чистой. Вот здесь, за этим бугорком, вот здесь вот, буквально там 10 метров, уже основная тропа. И на этой тропе можно спокойно пройтись. Но мы этого делать не будем, потому как я планирую ехать еще немного дальше, в сторону озера. Посмотрите, дождь. Это реально дождь, видите, да? Да, причем на небе там не облачко. С той стороны вот так, наверное, окошки, они у меня закрыты, все в порядке. Здорово, здорово. Ну, заодно машинку мне помоют. У нас что-то каждый день, каждый день сейчас непосредственно дожди и особого желания мыть автомобиль. Ну, нет, потому что вот дождь прошел, и через день опять дождь прошел. Ребят, воздух здесь, несмотря на то, что машины постоянно ездят, они, конечно, воздух, конечно, свежий. Просто потому, что гора вот там, вы видите, и гора с этой стороны. Это говорит о том, что вот здесь вот постоянно идет какой-то поток воздуха, он просто все уносит куда-то. Ну, в общем, здорово. Как мы видим, здесь вот цифра 94, это значит, что, не знаю, что значит, то знает, пишите в комментариях. Но это явно какая-то разметка, и это говорит о том, что, ну, наверное, может быть 94-й километр. Вот, КамАЗы здесь двигаются. Ну, давайте посмотрим немножечко на сам транспорт, какое количество транспорта здесь проходит каждый день. Давайте немножечко пройдем и посмотрим. Люди с благодарностью высовывают в форточки автомобилей, или как там, в окна автомобилей руки, чтобы немножечко охладиться этим дождем. Капли падают на ладони, и это, безусловно, очень приятно. Обратите внимание, вот идет УАЗ. Вот именно на таких УАЗах производится подъем непосредственно на горы, на эти, на эти, на любые горы. Ну, мы, в частности, говорим сегодня про непосредственно Мангуб-Кале, поэтому, да, именно на таких УАЗах и производится, то есть, подъем самих людей непосредственно уже на горы. Вот с той стороны, вот примерно там, есть подъемы, именно которыми пользуются УАЗисты. Ну, это действительно, наверное, походу единственный транспорт, который действительно может спокойно забраться на эту гору. Хотя, когда у меня был Opel Vectra C, вернее, он у меня сейчас есть, но я пытался проехать на нем, и, вы знаете, ну, довольно сложно, потому что там очень большая колея. Как вы понимаете, здесь грунт, но он, с одной стороны, скальный, с другой стороны, он такой вот, может быть, как песчаный, да, песчаный, белый. И смысл в том, что в воде очень просто прорыть какой-то канал непосредственно в самой дороге. И вот, когда мы едем с вами на машине, там просто такие лунные кратеры получаются, ну, просто потому, что это все делает дождь. Ну, неплохо все равно. Ну, вы всегда можете приехать непосредственно уже на озеро, зайти немножечко за угол, за поворот, и вас встретит, не знаю, штук 20, может быть, уазистов, которые с удовольствием вас за ваши деньги отвезут. Отвезут, значит, на гору, если вы хотите, ну, или куда-то в другое место. Итак. Итак, ждем мы дальше. Пропустим машиночку и поедем с вами сами. Для начала, конечно же, нельзя, ребят, забывать пристегиваться. Еще очень хочу сказать, вот, прям очень вам хочу сказать одну такую серьезную вещь, как камер. Камер, к сожалению, в Севастополе, в Крыму, ну, просто миллион сейчас. Просто громадное количество. Итак, давайте посмотрим, насколько можно разогнаться спокойно по этим дорогам. Наблюдайте, пожалуйста, непосредственно за трассой, ну, и за скоростью. Хочу, кстати, сказать, что не лучшее мое предложение это, между прочим, потому что только что прошел маленький моросящий дождик, и этого вполне достаточно, чтобы создать какую-то вот небольшую подушечку там, или какую-то вот мокренькое что-то, понимаете. Вот, чтобы, да, чтобы машина пошла юзом, ну, не дай бог. Итак, что у нас здесь? По идее, вы видите уже скалу. Ну, это, когда мы будем на озере, это будет прекрасно, вообще шикарно видно. Все так, 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 так. Очень мне нравятся вот именно вот такие места. Представляете, как красиво здесь, да? Здорово. Камера настолько классно не передает, к сожалению, эту картинку, но действительно, ребята, это здорово. Здесь, как мы видим, тоже проблема идет вот с местами по ширине. Кстати, обратите внимание, на улице не тучки вообще. Ух! Засмотрелся на небо, а здесь такие повороты, ребят, что очень опасно на самом деле. Если сойдешь, здесь высота полотна сантиметров где-то может быть 10-15, и хрен отпустит, если не больше. Вы же сами видите, какая там полотна, вернее, высота полотна. Просто это полотно в одном месте нормальное, в другом месте чуть расширенное. Ну, и еще хочу сказать, конечно, что вот здесь вот вроде бы нормальные места для постановки машин, да? Но на самом деле это туалетные темы. То есть просто люди не выдерживают, идут туалет в кусты туда. Это, конечно, с одной стороны, ну, в принципе, нормально, потому как мы все-таки хотите, не хотите, просто люди, и иногда хотим в туалет. Но было бы здорово, может быть, сделать нечто, ну, благоустроенное. Ну, наверное, кстати, вот смотрите, ребята местные вырубают по всей ширине и с той стороны, и с той стороны. Вырубают какие-то вот ветви, какую-то мелкую поросль для того, наверняка, чтобы все-таки расширять, как мы видели, дорогу. Итак, друзья, мы с вами приехали на пещерный город Мангуб-Калену, который находится там. Мы в пещерный город непосредственно заезжать не будем, а вот просто на озеро мы с вами заедем с удовольствием. Вот смотрите, нас уже ждут встречающие, сейчас они будут нам рассказывать, что нам нужно поворачивать, конечно, к вот этой вот гостинице, но мы этого делать не будем. Мы завернем сюда, не-не-не-не, спасибо, родной. Вот, и мы с вами поедем вот тут, встанем тут. Кто уже глазастый, тот увидел, вот там озеро. Ну и, конечно, сразу прекрасное озеро омрачает бумажки, сигареты и все такое, что там находится ниже. К сожалению, ребята, это большая проблема культуры отдыхающих, культуры нашего народа, культуры наших людей. Так, ну что, сейчас я продолжу. Кому интересно, слушайте, кому не интересно, сразу переключайтесь там на пару минут дальше. Итак, сейчас я повернусь в другую сторону, и вы реально просто обалдеете. Та-дам! К моему большому сожалению, все-таки существует определенная проблема. Нет, хотя сейчас уже все видно, да, а это потому что солнечные лучи ушли. Но давайте мы еще немножечко прикроем.